За сухими цифрами по замене и ремонту инженерных коммуникаций стоит огромная работа. Взять, к примеру, замену участка теплотрассы на улице Маяковского. Всего 560 метров, но за каждой цифрой немалые средства и объем работ. Каналы у Джигинки расчищали несколько дней и, как результат, свели к минимуму угрозы подтопления села. В прошлом году было отремонтировано 18 многоквартирных домов общей площадью 46,5 тысяч квадратных метров. Анапа – один из немногих муниципалитетов, который уже в пятый раз стал участником программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2013 году в 10 сельских округах в микрорайоне Алексеевский и Хуторе Чембурка был выполнен ремонт 145 улиц. Отсыпано 10 тысяч кубометров щебня. Сделано около 3 тысяч квадратных метров тротуаров. В 2014 году планируется произвести ремонт и строительство 15 тысяч квадратных метров тротуаров. В прошлом году впервые за несколько десятков лет проведена масштабная реконструкция основных трансформаторных подстанций. Кубанинерго с привлечением прикомандированных предметов Мороска Юга произведена масштабная реконструкция основных трансформаторных подстанций на территории муниципального образования. Всего Кубанинерго выполнена работа на 1 миллиард 122 миллиона рублей. Благодаря вышеуказанным мерам курортный сезон 2013 года прошел фактически без аварийных отключений электроэнергии, чего не было с 2005 года. Отключения света были, но это были планы отключения для проведения вышеуказанных работ. В Анапе реализуются два крупнейших инвестиционных проекта по строительству сетей холодного водоснабжения от Джигинского до забора проектной мощностью 18 тысяч кубометров в сутки. Это огромные вложения в хозяйство города-курорта. В 2013 году газифицировано 2395 домовладений и работы по газификации будут продолжаться. После доклада с общественниками обсудили ряд вопросов по платежам за коммунальные услуги, в частности по вывозу мусора. Жители многоэтажных домов получили извещение, что с января 2014 года тарифы на ТБО меняются не с человека, а почему-то с метра квадратного живоплощади. Рассматривался ли этот вопрос на комиссии по ценам и тарифам и в курсе ли администрация? Администрация вообще удивилась, когда коммунальщик поднял все это на квадратный метр. Они провели все это увеличение без согласования с администрацией, хотя мы не имеем тарифной политики управляющих компаний, тариф в администрации не повышался. То, что произошло на квадратный метр, администрация считает это неправильно. На прошлой неделе мы провели обширенное совещание с населением, которое здесь. Я думаю, что в ближайшее время все станет на свои круга. Перспективное развитие города – это, конечно, хорошо, но людей интересуют вопросы, с которыми приходится сталкиваться каждый день. Почему в сквере на Чехово появился забор и где теперь гулять с детьми? Почему в платежных квитанциях появился ОДН? И зачем отменили автобус Анапа-Тоннельная? На одни вопросы ответы были получены в ходе совещания. Другими власти займутся вплотную и о результате расскажут в ближайшее время. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа-Регион.